Добрый день, уважаемые садоводы и цветоводы-любители! В сегодняшнем видео я расскажу о сортах пионов, которые в этом году покорили и восхитили своим цветением нас и всех наших знакомых. И первый красавец в этом списке – Chocolate Soldier или Шоколадный Солдатик. Этот сорт пиона вывел Аутен в 1939 году. Получен он от скрещивания пиона молочно-цветкового – пиония локтефлора и пиона лекарственного – пиония официналис. Зацветает у нас в восточной части Украины в средне-ранние сроки, то есть сразу после цветения ранних сортов пионов. Цветки у него имеют разную форму – от японской до полумахровой и махровой. И на одном растении одновременно может встречаться и махровая, и полумахровая форма. У нас пока я такого явления не наблюдала на кусте. Но в этом году пион, конечно, покорил и своим размером, размером цветка и высотой. Диаметр цветка в этом году достигал 18-19 сантиметров, а высота куста – 90 сантиметров. Бутоны у шоколадного Солдатика практически черного цвета. Затем цветок открывается насыщенного шоколадно-вишневого цвета. И после постепенно набирает красные тона и увеличивается в размере. Что хочу сказать еще об этом сорте. Он очень медленно разрастается. После деления очень туго идет. Вот этому кусту на видео 5 лет. Вот на пятый год он достигает такой красоты. Всем советую этот сорт. Также он обладает приятным ароматом. Хорошо держится без подвязки. Следующий сорт, который восхитил своим цветением, называется Old Faithful. Он средне-позднего срока цветения. Выведен в США в 1964 году. Оригинаторы Лимон Глазкок и Элизабет Фальк. Этот сорт характеризует необычные бутоны. Очень похожие на бутон розы. А также цветки розовидной формы. Насыщенного бордового оттенка. Камера плохо передает его, к сожалению. Диаметр цветка у данного сорта заявлен 20 см. Но у нас они были больше в этом году. И 21-22 см. А в высоту он достиг 95 см. Также Old Faithful не нуждается в подвязке. У него огромные цветы на достаточно крепких цветоносах. Что еще хочу сказать по этому сорту. На данном видео кусту всего 3 года. И посмотрите, какое прекрасное цветение. Хотя первые 2 года были настолько невыразительными. Первый год он выдал 1 цветок. Я честно признаюсь, я не отрываю бутоны. А жду, когда они окрасятся. И срываю на маленькой ножке. Ставлю в вазу. На второй год опять он выдал 1 цветок. Не характерный. Ни по форме, ни по цвету. И посмотрите, какая красота на 3 год. А какое цветение будет на 4-й год или на 5-й. И понимаешь, что конечно приобрели мы этот сорт не напрасно. Он действительно входит в список самых достойных сортов. Прекрасен в срезке и в ландшафте. Еще один сорт наш любимчик. Великолепный Команд Перформанс. Этот сорт выведен в США Доном Холленсвортом в 1996 году. Название переводится как представление по королевскому указу. Либо персональный заказ. Мне конечно больше нравится представление по королевскому указу. Этот пион действительно достоин быть представленным королю. Являются также межвидовым гибридом. У этого сорта огромные махровые бомбовидные цветки. Насыщенного кармино-красного оттенка. Диаметр цветков достигает 25 сантиметров. Середина цветка постепенно растет и соцветие приобретает форму практически шара. На одном кусте цветы выглядят по-разному. Постепенно выгорают первые, которые открылись. И за счет этого получается такой многоцветный куст. Высоту Команд Перформанс в этом году у нас достиг 100 сантиметров. Он нуждается в подвязке, так как имеет очень тяжелые крупные бомбовидные соцветия. Размером с детскую голову. И цветет он в ранние и средние сроки. Обязательно заведите себе этот сорт, если еще у вас его нет в коллекции. Он будет достойным украшением вашего участка. Просто великолепный, бомбический. Еще один статный красавец, который покорил нас с цветением в этом году, сорт Генри Бокстас. Он выведен в США Вильямом Бокстасом в 1955 году. Также является межвидовым гибридом. У него необычное строение цветка, как бутон в цветке. Внутренние лепестки очень долго держатся закрытыми. Цвет у этого сорта насыщенный, темно-красно-вишневый. Цветки диаметром 20-22 сантиметра. Высотой в этом году он у нас был 105 сантиметров. Срок цветения средний. Генри Бокстас не нуждается в подвязке, так как имеет прочные цветоносы, которые очень хорошо держат огромные цветки. И вы можете полюбоваться, как красиво открывается внутренний бутон и как выглядит цветок. Кусту на данном видео всего лишь 3 года. И поэтому можно сказать, что разрастается он довольно-таки хорошо. И последний великолепный сорт, который порадовал неожиданным первым цветением своим в этом году. Это пион лавон. Это творение Дона Холленсворта. Выведен он в 1993 году. От скрещивания пионов Ниппон Голд и Цитерия. Диаметр цветка у этого пиона небольшой, 15-16 сантиметров. Но посмотрите, какой он красавчик. Он трехъярусный, сиренево-розового оттенка. Посередине поясок из золотистых стаминодий. Высотой он был у нас в этом году метр. Аромат приятный. Срок цветения средний-поздний. Долго не могла найти этот сорт в предложениях. Уважаемые зрители, спасибо за просмотр. Если данное видео было для вас полезным и интересным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Жизнь с Садом.